Всем привет, меня зовут Михаил, я фитнес-тренер и сегодня решил ответить на один из судьбоносных таких вопросов, которые мне задали в ютубе. Вопрос звучит так. Михаил, скажите, почему людей раздражают качки? Есть в этом несколько причин. Качки, как правило, не хотят видеть объективную реальность и всячески подбадривают себя тем, что они объединяются в интернете в такие объединения на разных форумах, в разных группах, в соцсетях и внушают себе там, что все проблемы дрыщей, что они там красавцы, их должны любить, уважать, а их почему-то никто не любит и не уважает за их большие бицухи и похудевшие обезжиренные животики, что по их мнению очень несправедливо, ну вот несправедливость просто зашкаливает. И еще у качков часто вот если какой-то алкоголик выдаст, ну какой-то не смешной анекдот, какую-то тупую мысль, никто не заметит. Если где-то увидеть какой-то недостаток и уколоть его за это, потому что душит жаба. Но также есть второй нюанс. Есть такие люди, которых жаба не душит. Вот меня, допустим, не душит жаба за то, что кто-то в чем-то лучше, чем я. Меня, например, если я вижу человека, который физически не очень развит, но интеллектуально он очень крут, он очень круто умеет общаться, он очень круто умеет сближаться с людьми, находить с ними общий язык. Это очень круто. И его недостатки, ну как бы мне не хочется его опускать за эти недостатки, которые у него есть. Даже если мы видим какого-то человека очень развитого физического, какого-то парня, либо какую-то девушку, которая классно выглядит, но при этом она где-то тупит на интеллектуальном плане, то сразу же на подсознательном уровне нам заветен этот дисбаланс. То есть принято, ну когда ты видишь какого-то алкоголика-дурачка, то есть у него интеллект вот здесь, физический уровень вот здесь, и все вот примерно вот на одном уровне. Когда у качка физический уровень вот тут, а умственное развитие на уровне вот этом, это очень сильно видно, это заметно, это бросается в глаза. Ну например, вот когда я учился в военном училище, нам рассказывали офицеры следующее, ни в коем случае, когда едешь домой, не вздумай выпить пиво в форме, потому что сидит какой-то алкаш, его не заметят. Ты взял пиво, ты взял, закурил, ты там как-то, не знаю, расстегнул пять пуговиц сверху, ты такой весь расхлябан, на тебе все висит. Тебя обязательно заметят, тебя будут тыкать пальцем, прочитают, что у тебя записано на шевроне, и будут на кухнях друг другу рассказывать, что я вот видел такого-то, такого-то, он там пил, курил, и вот поэтому мы этого старались не делать. Если мы позволяли себе это делать в форме, нас очень жестко прессовали за это, могли не выпустить потом, ну не отпустить домой и так далее. Я лично не отношу себя к качкам, но восемь кубиков на животе у меня есть, и, скажем так, на ботаника я не сильно похож. Я очень не люблю выставлять это на показ. Если вы хотите, чтобы вас люди ценили и уважали за какие-то ваши внутренние качества, ни в коем случае не выставляйте свои кубики на показ. Вот это ходить в обтягивающих футболках, там выделять какие-то свои выпуклости, какую-то свою бицуху. Да, конечно же, если ты тренирован, если ты подкачан, это не скрыть. И это видно в классической одежде, это видно в просто нормальной одежде, всегда это не скрыть. Но если вы это выставляете всегда на показ, и, значит, пытаетесь это преподнести, как свой большой вот такой жирный плюс, то вас будут всегда за это цеплять, ваши умственные способности всегда будут занижать и вас будут стараться опускать на этой почве. Ну и особенно, если вы встретите каких-то неуверенных, недовольных жизнью людей, то, конечно же, вас будут опускать втройне. Что делать в таком случае, как я уже сказал, не выставлять это на показ. Второе, постараться не общаться с теми людьми, которые чем-то в жизни очень сильно недовольны. Потому что даже если ты супер вежлив, даже если ты супер умный, даже если ты в пять раз умнее этого дурачка-задрота, который недоволен жизнью, он все равно найдет, за что тебя уколоть, как тебя зацепить. Поэтому к таким людям нужно просто выработать иммунитет. Вы должны принять правила жестокой реальности. Если ты в чем-то лучше кого-то другого, то найдутся всегда люди, которые будут, которым это не понравится, и они будут тебя за это тыкать, колоть, щипать и так далее. И ни в коем случае не оправдывайтесь за то, что вот я такой классный, а меня за это не любят. Почему тебя за это должны любить? Поэтому если вы занимаетесь, вы должны знать, что вы занимаетесь прежде всего для себя. Ходите в нормальной одежде, не ходите по улицам в спортивной одежде. Кстати, сейчас так одет, я обычно так не хожу. Я одет так, потому что я сейчас хочу записать комплекс упражнений для выравнивания позвоночника, и тут мне пришла мысль в голову записать этот видос, ответить на этот вопрос. Ходите в нормальной одежде, не выставляйте на показ свои кубики, мышцы, потому что они будут других людей цеплять, и, соответственно, вас будут за это колоть. Если вы хотите, чтобы вас не опускали за вашу хорошую физическую форму, просто не думайте об этом и не показывайте. Это за пределами тренажерного зала. Ты пришел, потренировался, снял спортивную одежду, одел нормальную одежду, в которую одеваются нормальные люди, и никаких тем тренировки, калории. В этом году ты хочешь увеличить свой жим этой осенью на 10 килограмм. С людьми, которые не занимаются, ни в коем случае это не обсуждайте. Да, они будут видеть, что вы тренированный, вы подкачанный, ты такой красавчик. И когда вас спрашивают, слушай, ты качаешься? Ты такой, да нет, я там зарядку по утрам делаю, иногда для поддержки штанов. Даже если ты серьезно занимаешься, даже если у тебя есть какие-то цели, амбиции, ты хочешь достигнуть каких-то результатов людям, которые не в этой теме, не говори об этом вообще. Скажи, ну, захожу, занимаюсь и так далее. Потому что я, например, не люблю об этом говорить, но все равно, вот когда я знакомлюсь с девушкой, она такая, ты занимаешься? Это, наверное, у тебя дома куча гантелей, у тебя дома 4 тренажера, ты ешь по 7 раз в день, ты считаешь калории? Я не считаю калории, ты считаешь. Вот. Ну, и вот такие вот разговоры начинаются. И, конечно же, тут обычно видно, что если она себя запустила, а я себя не запустил, и ее это цепляет, и она за мой счет хочет самоутвердиться, то есть я это обычно замечаю, и окей, пока-пока мы с тобой больше не общаемся. Вот. Но если говорить о знакомстве с более-менее нормальными девушками, с другими, в принципе, то вначале это точно не нужно выставлять на показ, потому что вначале в тебе должны увидеть личность, твои какие-то, ну, какие у тебя мозги, как ты общаешься с людьми, как ты умеешь там какие-то шуточки, анекдотики рассказывать. И потом, чем лучше ты это скроешь, то, что ты занимаешься, свою физическую форму, и потом это как-то всплывет, тебя за это будут уважать. Ну, тебе сразу увидели личность интересную, интеллектуально развитую, а потом видят, что ты еще там с кубиками, то, ну, блин, это просто срывает башню, женщинам срывает так точно. И, в принципе, всем остальным людям то же самое. Если ты держишься достаточно скромно, не показываешь свою физику, показываешь свою личность прежде всего, а это как бы, ну, это есть, и ты об этом не говоришь, тебя за это тоже очень будут уважать. Вот такой вот мой ответ. Надеюсь, с этого дня этот вопрос тебя не будет так сильно беспокоить, и ты, наконец-то, сможешь спокойно спать. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч.